Всем доброе утро! Мы сейчас идем к стоматологу. Я хочу проверить свой зуб. У меня есть подозрение, что у меня кариес. Поэтому хотим просто сделать снимочек. А по поводу лечения я вообще думала сделать это все в России. Но так как это под вопросом, еду я или нет, поэтому хотя бы сделать снимок, чтобы понимать, насколько серьезная проблема. Если серьезная, то буду делать здесь. Если там еще можно немножечко подождать, то, скорее всего, подожду до России. Вот так вот мы ходим к доктору. Видите, у меня очки страшные. У него тоже очки, двойная маска и перчатки. Мы стоим в подъезде. Ну, это как? Это типа бизнес-центр. И в квартирах организованы какие-то мероприятия. И вот сейчас там просто очень много народу. Получается, как бы в квартире, в коридоре стоят. И мы решили подождать здесь в подъезде. А не там внутри толпится. Странно, что вообще они разрешили всем людям туда зайти. Обычно здесь дистанция, все такое. Поэтому мы стоим в подъезде. Вот так вот выглядит вот это здание, где всякие организации. Видите, просто обычная дверь. Вот, в принципе, как у нас. И вон там наш стоматолог. Как обычно, обычное жилое здание. Вот здесь вот такой вот вид. Такие вот дома. Вообще какое-то очень странное здание. Свой репортаж я веду из подъезда. В общем, я хотела вам сказать про ситуацию в Италии с вирусом. В общем, дела не очень хорошо идут. Да и вообще по всей Европе. И в Германии, и в Испании. Вообще там комендантский час. Во Франции тоже очень много случаев. Ну и в Америке тоже много. Поэтому, в общем, сейчас ввели масочный режим. Везде должны носить маски. Плюс после 6 часов вечера будут все рестораны закрыты, бары. Ну, чтобы, в общем, не было скопления людей. Итальянцы обычно кушают, ну, ужинают там часов 7, может быть, 8. И рестораны специально закрыли. Но я думаю, больше это рассчитано на молодежь. Потому что молодежь в основном гуляет там после 8-9, в бары идут. Вот знаете, что мне не нравится в Болонии? Вообще в Италии очень часто это можно встретить. Граффити. Вот посмотрите, вот пока мы идем, сколько граффити на стенах везде. Вроде так красивенько, что-то историческое. Вот там тоже. Везде вот этот граффити. Очень, конечно, печально. Но Федерико говорит, раньше что-то они пытались сделать. Но все безрезультатно. Все равно везде рисуют бесконечно. Ну, мне кажется, потому что Болония это такой студенческий городочек. Поэтому, наверное, здесь молодежи много. Ну, соответственно, вот такое течение, оно больше молодежное. Вот прям, видите, пешеходный переход. И вот здесь рядом столики стоят. Ты прям сидишь возле дороги. Ну, и как бы нормально. И здесь, кстати, очень часто люди идут на красный свет. Хотя вот недавно смотрела тоже фильм про постоянные аварии на дорогах в России. И вот там как раз-таки говорили, что в России очень много там души населения. Или не знаю, в общем, при каком расчете они там брали. Ну, в общем, очень много вот этих аварий, случаев. А вот я думаю, блин, так интересно, что в Европе, ну, и в Испании, там, вот в этих европейских странах не особо люди соблюдают. Красный, зеленый, но в то же время в России намного больше этих случаев, да, чем здесь. Вот что интересно. Короче, наш план со стоматологом провалился. Мы пошли. В итоге там было столько много народу. Мы думали, что каждый час там, допустим, принимают, да, в кабинете. Но нет. Они прям там, конвейер у них был. Поэтому мы решили, что перенесем это дело на другой день. Хотим сделать так, чтобы мы с утра самые первые пришли туда, и до нас никого не было. Ну, так, более safe, можно так сказать. Сейчас пойдем в аптеку сходим. Посмотрим. Там такая аптека, недоаптека. То есть там серьезных таких лекарств не продают, которые по рецепту. А такие вот вещи, типа крем, какие-то ампулки, витаминчики. Вот такое, в общем. Нашли вот такой вот магазинчик. Ничего себе, 85 долларов. Офигеть. Ой, какие здесь интересные растения. Ну и очень дорогие. Смотрите, вот это вообще 110 долларов. Наверное, какие-то редкие виды растения. То, что они как в террариуме. 40 евро. Ну, вообще, конечно. Атас. Вот хозяйка. Там разговаривает Федрика с ней. Очень красиво здесь, атмосферно так. А пахнет здесь, как вкусно. А, мандарин. А, so cute. О, смотрите, какие гигантские орхидеи вообще. Вообще, блин, она... Ну, метр, наверное, точно. 90 евро стоит вот это. Окей. Ммм, здесь запах такой вообще. Очень классный магазинчик. Ну, так он мне здесь понравился вообще. Очень интересные растения. Смотрите, вот этот кактус. Все всегда рассказывают, показывают. Так, а сейчас мы отправляемся вот в нашу аптеку. Здесь и очки продают. Петеруты. Вот здесь мы крем наш ищем. Вот этот крем мы искали. Крем для рук. Вот это деферент, я. Look. Репеер. Здесь он репеер. Смотрите, мы здесь пришли в нашу кофейню. И смотрите, какие они сделали дизайны на Хэллоуин. Вон там пальцы кровавые. Вот такие вообще рожицы смешные. И страшные одновременно. Глаза. Вон, посмотрите, там глаза. Здесь пампкин. Очень красивые тортики. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»